До наличия эмали в этих образах, и получалось, что они закрывали ниже цементно-малевого соединения, и получали рецидивы всегда до предполагаемого. Учитывая уже это, вот их последователи стали делать адонтопластику до уровня цементно-малевого соединения, а выше уже эту образию закрываем мы с вами всевозможными методами. Мы сегодня о них будем говорить. Вот классификация по миллеру, к сожалению, этого не учитывать, но нам очень нужно знать, будем мы этим заниматься или нет при планировании оперативного вмешательства, потому что кто-то, кто владеет терапевтическими навыками, это будет делать сам, кто-то будет, значит, приглашать врача-терапевт для того, чтобы произвести адонтопластику. Это опять же мы возвращаемся к планированию операции. Классификация не учитывает ширину кератинизированной Дисней. Мы говорили о 2-3 мм, которые описал Миллер, но он не сказал, сколько для каждого клинического случая нужно иметь эпикально прикрепленный вот этой Дисней. Нет. Очень понятное ее значение. Она должна быть не меньше 3,5 мм. На полмиллиметра больше, чем биологическая ширина. Это вытекающее отсюда значение в миллиметрах, оно основано на значении биологической ширины, потому что все, что будет сохранять архитектонику ткани, это 3,5 мм. Полумиллиметра мы всегда даем на деэпитализацию во время, которое оперативного вмешательства происходит. В области свободной Дисней мы все равно, естественно, проводя скальпелем, деэпитализируем просто этот свободный эпителий солькулярный. И мы задаем туда эти полмиллиметра. Вот эти 3,5 мм, прикрепленные Дисней, должны быть эпикальнее рецессии, для того, чтобы вы могли себе позволить пользоваться однослойной методикой. Если у вас нету 3,5 мм над зенитом рецессии, вы себе однослойную методику позволить не можете. Мы опять возвращаемся к планированию. Это тип критерий, которые нам необходимы для того, чтобы мы могли планировать ход операции. И, естественно, сразу при консультировании пациента вы ему должны будете объявить, что вы будете использовать либо какой-то пластический материал, либо собственные аутотрансплантаты с пациентом. Ему нужно тоже будет это озвучить, потому что наличие дырки в ноге, они зачастую не очень готовы воспринимать позитивно. Классификация по Миллеру, к сожалению, на сегодняшний день очень мало информации в литературе, не учитывая толщину кератинизированной или прикрепленной Дисней. Это так называемый биотип. Есть у него три деления. Значит, он бывает тонкий, толстый и средний. Кто-то знает значение, при котором он тонкий или как мы это должны определить? Ну, по толщине. А как вы это толщину померяете? На глазу людей, а не на... Нет, вы знаете, продентология это самая точная медицинская наука, которая только может быть. Здесь все в измерениях. Поэтому меня вот это возмущало всю жизнь. Я очень не люблю ничего на глазок, потому что потом получается на авось. Ну, там до миллиметра. Вот, замечательно, да. Значит, тонкий биотип это до миллиметра. Миллиметр и меньше это тонкий биотип Дисней. А от миллиметра до двух это средний биотип. Все, что больше двух миллиметров, это толстый биотип Дисней. К сожалению, я с ним редко сталкиваюсь. Только когда не надо. Конечно, при планировании вмешательства вы должны учитывать биотип. Почему? Опять же, как только перед вами встает выбор между однослойной или двуслойной методикой, которую вы будете использовать. Если биотип у вас тонкий или миллиметр и меньше, я всегда использую двуслойный метод. Это вас, в общем, будет защищать от каких-то непредвиденных обстоятельств, как рецидивов, да, коронарево-пекального перемещения лоскута обратно в этом расхождении швов. Потому что такая тонкая слизистая имеет место и прорезать швы, и вообще как бы вести себя некрасиво по отношению к доктору. А средний биотип, здесь можно тогда как-то уже ни о чем сильно не думать и оттолкиваться от ваших исходных данных. Есть прикрепленная весна 3,5 мм, делать однослойную методику. Нету. Второй класс у вас. Поступайте по двуслойному методу. Классически, как вам уже запланировано все. Значит, с толстым биотипом там все проще. Там благодатная слизистая, ее только там немножко свои особенности, ее надо очень хорошо мобилизировать, чтобы у нее не было возможности сократиться обратно, да, и вот это подвижное слизистую неприкрепленную, чтобы она никуда обратно не подскочила у вас. Ну, по сути, да, это расхождение швов, это осложнение операционного. То есть уровень клинического прикрепления. По сути, по сути, это то значение, от которого мы всегда откладываем биологическую ширину. То есть это костный пик. И весь комплекс над ним, который американцы называют биологической шириной, итальянцы это называют уровнем клинического прикрепления. Мы это можем называть как вам угодно. Это комплекс парадонтальных тканей выше кости, костного пика. Вы его оцениваете на основании ширины и наличия прикрепленной десны и толщины. И, естественно, если есть, например, пациенты, очень часто с момента того, как мы стали диагностировать конусно-лучевую томографию, мы наблюдаем с вами картину вот этой, у даже очень молодых пациентов, первичной дегесенцией вестибулярной костной пластинки, да, с которой они приходят в 20-22 года. И, естественно, вот это у них уже причина рецессии. Они, тут даже нет никаких этиологических факторов, кроме наследственности, потому что вот они уже родились. У них вот эта узурная такая ажурная кость, ее очень хорошо на томографиях видно, на, так, вся кружева. Конечно, там уровень клинического прикрепления только будет в вами сформирован новый, потому что исходное клиническое прикрепление очень высокое в данном случае, принято говорить. Не очень соглашусь с этим, но принято говорить о высоком уровне клинического прикрепления. Если оно низко, то наоборот, это толстобиотипы, такие эпитографические разрастания, да, как правило, бывает. Такое, есть такая патология медопрорезывания зубов, когда применяют тоже немножко другие методики. И последняя методика, классификация по миллеру не учитывает наличие каких-либо осложнений с точки зрения преддверия полости рта и вестибулярно-слизистой мышечных тяжей. Конечно, выбор операции будет в первую очередь, если у нас есть какой-то осложняющий фактор, такой, как короткое прикрепление уздечки или мелкое преддверие полости рта. Для каких-то выраженные мышечные тяжи особенные, это, конечно, актуально для нижней челюсти, для фронтального участка, когда очень мощная мышца круговая рта, она тянет все вот эти вот короткие прикрепленные мышцы. В данном случае, ну, я немножко, как-то мне было сначала страшновато, в первые разы, но я теперь вообще этот комплекс, кусок мышцы просто иссякаю при работе в этом участке, потому что это дает более такой благоприятный прогноз, нету слипания потом вот этих вот мышц, да, нету образования рубцов, все более все-таки благоприятная работа в этом участке получается, но к этому немножко надо как-то подойти, потому что мне было достаточно сложно понять, что как-то я высокомышцы вырежу оттуда. Ну, вот, иногда доходит до таких ситуаций, и, конечно, при операции вы должны учитывать, возможно, здесь вообще будет выбрана двухэтапная методика, не двуслойная даже, а двухэтапная, когда мы сначала увеличиваем просто объем прикрепленной десны, устраняя при этом преддверие мелкое, или уздечку иссякая, да, перемещая куда-то, делая пластик какую-то. Вот, и возможно, что уже тогда устранение рецессии будет вторым этапом, но вот по моим наблюдениям пока что у меня ни один пациент не пришел на второй этап.